2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Друзья, я рад сегодня поделиться с вами посланием, которое Бог положил на мое сердце и скажу, что это плод моих каких-то определенных размышлений, причем не просто размышлений, а размышлений, связанных с определенными событиями в моей жизни. И вот у меня вот такой идет какой-то новый этап в жизни, что-то непросто, я скажу, что бывает даже порой сложно, но я верю, что Бог вот такие ситуации дает нам для того, чтобы мы задумались, чтобы мы пересмотрели свою жизнь, свое хождение с Богом, пересмотрели, куда мы смотрим, куда направлен наш взор. И сегодня я хочу с вами поговорить об очень важной части нашего хождения с Богом, без которой мы не сможем пребывать, друзья, в заветных отношениях с Ним. Я буду говорить о поклонении Господу и хочу поговорить особенно, уделить особое внимание четырем сферам нашей жизни, которые могут влиять на наше поклонение Всевышнему. И для этого хочу рассмотреть сегодня хорошо нам известную одну очень историю, описанную в Евангелии от Матвея, 14 главе, с 22 по 23 стих. Это история хождения Ешуа по воде. Помните, Ешуа пришел к ученикам по воде, Петр тоже попробовал это сделать. Интересная история. И я думаю, что каждый из нас уже, кто много лет в церкви, слышал довольно большое количество проповедей по этому тексту интересному. Но это показывает, что в нем заложена очень интересная и очень важная для нас истина. Сразу хочу обратить наше внимание, это очень важно и прошу, чтобы это вы запомнили и чтобы это на всем протяжении нашей проповеди было в вашем сознании. Хочу обратить внимание на контекст, потому что контекстом является насыщение 5000 мужчин, не считая женщин и детей, пятью хлебами и двумя рыбами. Я это делаю, друзья, потому что для правильного понимания нашей истории обязательно необходимо учитывать эти события. Итак, сам текст Матвея, 14, 22, 33. Я вам прочитаю его. И тогда понудил Ешуа учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Ешуа, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили. Это призрак. И от страха вскричали. Но Ешуа тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Ешуа. Но увидя сильный ветер, испугался и начал тонуть. Закричал, господи, спаси меня. Ешуа тотчас простер руку, поддержал его и говорит, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истина, ты сын Божий. Удивительная история. Не правда, да? Очень интересная история в жизни Ешуа и учеников. И очень важно для нас понимать, что венцом ее, венцом этой истории было то, что ученики, они поклонились Ешуа. Причем они поклонились ему не как одному из пророков. Они поклонились ему не как одному из учителей. Они поклонились ему как Божьему сыну. В этой истории, друзья, вот эта вот последняя фраза, это апогей всех тех событий, которые были перед этим. Потому что все эти события, они привели к тому, что они, ученики, поклонились Ешуа, сказав, что он Господь и Божий сын. Мы читаем с вами об этом в 33 стихе. И нам очень важно понимать, что именно признание Ешуа, именно этот факт, признание его Господом и поклонение ему было главной целью всех чудес. Вот этого насыщения людей, хождение по воде, главной целью было то, чтобы ученики признали его Господом, Сыном Божиим и поклонились ему. Потому что именно признание Ешуа, Мессии, Израиля не будет истинным, если не будет поклонения ему. Мы в нашей жизни тоже можем говорить, мы верим в Бога, но наша вера в Бога подтверждается тем, что мы поклоняемся этому Богу. Мы не просто утверждаем, что он нас Господь, но мы поклоняемся этому Богу. Я скажу, друзья, что именно поклонение является ключевым фактором наших с ним отношений. Потому что Бог, как Бог Всевышний, сотворивший небо и землю, он достоин поклонения и он ожидает нашего поклонения. Писание говорит о том, что все дышащее дославит Бога. Мы должны славить Его, мы должны поклоняться Ему. Это наша часть. И одной из частей Ешуа, я считаю, что это одна из главных частей Его миссии, было как раз восстановление нашего поклонения Богу. В нашей истории Ешуа показывает четыре сферы жизни, в которых мы должны быть особенно внимательны. Потому что эти сферы, они оказывают колоссальное влияние на направление нашего взора. Оказывают колоссальное влияние на наше поклонение Богу, на наше поклонение Всевышнему. И если мы не будем в этих сферах особенно внимательны, то наша жизнь из жизни поклонников может превратиться в жизнь простых, обычных, религиозных деятелей. Но Бог желает, чтобы мы с вами, как Божья община, как Божьи дети, как искупленные Божьи, поклонялись Ему, поклонялись в Духе Истины. И Ешуа, Мессия, Он является единственным путем нашего Ему поклонения. Так на какие четыре сферы обращает внимание Машеях? Друзья, первая сфера – Ешуа оберегает нас от тщеславия. Если мы будем внимательно читать нашу историю, то мы увидим, что сразу после насыщения пяти тысяч человек, Ешуа, Он отправляет учеников на другой берег. Это происходит сразу. Мы видим, что тут же написано, тот час понудил их. И если мы посмотрим внимательно, посмотрим значение слова «понудил» в оригинал, то мы увидим, что Он заставил их. Он не просто сказал, ну давайте. Он говорит, давайте на тот берег. Он заставил их уйти на тот берег. И если мы представим эту ситуацию, вот контекст событий, а тут нам может помочь наше воображение. Я хочу сказать, что в изучении Писания воображение имеет очень важную роль. Нормальное, здравое воображение. Но если мы представим эту ситуацию, представьте на секундочку, пять тысяч человек, пять хлебов, две рыбы, насыщаются пять тысяч человек, двенадцать коробов собирают еды. Представьте состояние учеников. Представьте состояние людей, которые видят пять всего лишь хлебов, и накормлено такое количество людей. Я думаю, что люди, они были готовы прийти к ученикам и сказать спасибо. Спасибо. Ну, они же, вы помните, ученики рассадили, рассаживали людей. Ученики давали пищу. И люди были готовы прийти. Я скажу вам, после проповеди, к проповеднику часто люди приходят, говорят спасибо. А представьте насыщение пять, пяти тысяч людей, пятью хлебами. Это было такое, это было необыкновенное чудо. Люди готовы были сказать спасибо. И ученики, они понимали, что они участники этого чуда. Бог их использовал в таком великом чуде, в таком великом действии Божьем. И они думали, вау, вот это класс. Мы вместе с Машеехом, мы вместе с Ишуа участники этого всего. И я думаю, что так оно и было. Я вот понимаю, хочу вам проиллюстрировать примером. Когда-то мы с Ириной, это было в 2005 году, когда были в Приднестровье, служили там. И к нам приехал один очень интересный брат. Брат двигался в служение освобождения. Он сам был в Киевской церкви какой-то, уже не помню ее название, потому что это было очень давно. Но такой был здоровый, крепкий брат, смелый, потому что в таком служении двигаться надо иметь смелость. И Бог дал ему еще и здоровье, такой двухметровый, здоровый такой дядька. И вот он служил. И нас с Ирой он позвал, чтобы мы были его молитвенной поддержкой в этом служении. И вы знаете, я скажу вам, что я действительно тогда был участником того, когда я лишними глазами видел, как бесы выходят просто с людей. Реально, вот просто реально было, неимоверные чудеса. Люди, которые, было небольшое собрание, люди, которые, ну, никогда им нельзя было подумать, что у них могут быть какие-то духи. Да, божьи одуванчики, можно сказать. Выходили бесы. И вы знаете, после того, как это действие закончил, открою вам секрет. Я такой сразу, у меня плечи расправились, я думаю, вау. И я же-то участник тоже этого был. Я же-то молился тоже, помогал. И даже пытался там держать, когда они там начались проявления. И, честно, где-то такая юношеская гордость молодого христианина меня немножко переполняла от того, что, ну, меня же выбрал служитель все-таки, как-никак. В нашей истории Ешоа понимал, что эта ситуация, или, правильнее сказать, это массовое чудо, которое он сотворил, это насыщение, оно может привести и быть поводом к тщеславию учеников. Они могли сказать, мы такие молодцы, мы тоже как бы, как я примерно. Они тоже, в принципе, были молодые верующие. Но, друзья, я скажу вам, что в подобной ситуации, если бы это произошло, то был бы шанс, что их внимание, оно было уже на них самих. Их фокус бы немножко сошел с того, кто делал эти чудеса. Кто действительно производил это действие, и они могли начать думать. Здесь и наша часть. И это могло их привести к состоянию такой эгоцентричности, что и мы. Но знаете, что пишет Тора по этому поводу? В Торе написаны удивительные слова. Я думаю, что все вы их знаете. Это книга Дворим, 8 глава, 14-17 стих. И там написано. Смотри, чтобы не надмилось сердце твое. И не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце твое, моя сила и крепость руки моей приобрели мое богатство сие. Друзья, Ешуа учил учеников тому же, чтобы они не сказали. Я думаю, что вот это вот состояние, это такое вот, знаете, шаткое состояние, когда мы можем сказать, что я, я. Я думаю, что если бы это произошло, возможно, они не смогли поклониться ему и сказать, ты сын Божий, это могло помешать ему увидеть это. И Ешуа, он отсылает их на другую сторону. Его цель была сохранить их от тщеславия, потому что написано в Писании, что Бога могут узреть только чистые сердца. Тщеславие – это то, что делает наше сердце нечистое. Тщеславие – это начало гордости, а Бог гордым противится. В состоянии гордости и тщеславия мы отдаляем себя от Бога, и мы не сможем Ему поклониться. Для нас это важный урок. Урок того, что когда мы становимся участниками Божьего труда, когда мы становимся соработниками Его, нам надо следить за своим сердцем, чтобы не впасть в тщеславие, которое станет преградой на пути нашего поклонению Господа. Потому что Бог истит в себе истинных поклонников, которые не будут эгоцентричны, которые не будут думать о себе, но взор которых будет устремлен на Того, Кто творит чудеса, и Который открывает путь для поклонения Господу. Взор будет устремлен на Ишуа Мессию. И взор таких людей будет исповедовать Ишуа Господом, и исповедовать Его Спасителем, Царем Царей и Богов Богов. И тогда такие люди, они смогут поклоняться Ему в Духе и Истине. Потому что Ишуа – это единственный путь для поклонения Богу. Вторая сфера, друзья. Ишуа учит нас всегда быть готовым к испытаниям. В нашей истории мы видим, что именно Ишуа после сотворенного чуда он отправляет учеников в море. Не сами ученики сказали, мы поплывем. Он отправляет их. Это первая часть, что он заставил их уйти, сохранив отчиславие. Но он отправляет куда их? В море. Он садит их в лодку, и они плывут на другой берег. И, опять же, наше воображение помогает нам понять, что происходило. Вдохновленные ребята, они наполнены. Да, когда мы видим чудеса Божьи, что происходит с нами? Нас переполняет эмоции, нас переполняет чувство, наш дух наполняется радостью. Так и они, они были наполнены. Я вот себе воображаю, как они ехали в этой лодке и разговаривали о том, как происходило это. Плыли в этой лодке, да. И говорили, как это происходило. А ты видел? А ты видел? Пять всего лишь хлебов у нас было, две рыбки. Двенадцать коробов осталось. Они говорили, а Ишуа, наверное, ну, это я так представляю себе. Но Писание, оно говорит, именно смотря в текст, в 24 стихе, что в таком состоянии, вдохновленном состоянии, они оказались на середине моря. Видать, они не заметили, как быстро они оказались на середине моря. И что происходило с ними дальше? Их лодку било волнами. Опять же, смотря в оригинал, значение слова било. Пытать, мучить, страдать, бедствовать. Что же это? Что же это такое? Почему они попадают в бедствие? Почему они попадают в испытание? Почему Ишуа допускает это? Друзья, ответ очень прост. Это жизнь. Это просто, это жизнь. И Ишуа учит учеников своих жить. Не бывает жизни всегда во вдохновении. Всегда чудеса. Всегда такое состояние, что ты летаешь. Нет. Это мы живем. Обязательно будут испытания. И Ишуа учит нас жить. На нашем жизненном пути всегда, как бы мы ни жили, как бы мы ни хотели, всегда будут испытания. Очень часто эти испытания в нашу жизнь допускает сам Господь. Для чего Он это делает? Чтобы мы с вами утверждали звери. Я вам скажу, что в основном эти испытания начинаются как раз вот после периода нашего вдохновения. Обратите внимание на свою жизнь. Я вижу, многие в зале махают головой. Так оно и есть, друзья. Испытания начинаются после периодов подъемов. Когда мы видим Божью славу. Когда мы входим в наше призвание. Когда мы становимся участниками Его чудес. Очень часто начинаются испытания. Опять поделюсь своим личным опытом. В моей жизни, вот не знаю почему, но вот так получается, что когда я свидетельствую, вот я или моя семья, когда мы свидетельствуем о каких-то Божьих чудесах, обязательно начинаются какие-то проблемы. Это уже вот обязательно. И открою вам секрет. Был момент, когда я, посоветовавшись с женой, говорю, давай лучше этого не делать. Мы только что-то засвидетельствуем. У нас испытания, причем серьезные, колоссальные. Но внутри своего духа я понимал, что что-то неправильно. Что-то я делаю не так. Я не отдаю славу тому, кому она принадлежит по праву. Я ложу эту славу на полочку. Любуюся ей. Но не говорю об этом. Вы знаете, друзья. Пообщавшись с нашим другом и учителем Роджером Финчем. Я получил очень прекрасное напутствие. Он сказал, что враг хочет перевести мой взгляд с Бога и его славы на проблему, чтобы помешать моему поклонению Богу. Я почему-то не задумывался об этом. Я понимал, что да, враг хочет увести мой взгляд. Но я не связывал это с поклонением, потому что Бог творит чудеса в жизни. Чтобы мы поклонялись Ему. Чтобы мы видели, что воистину это Божья рука действует. А когда мы видим, когда происходят чудеса, что мы делаем? Мы не можем не поклоняться. Мы просто это делаем. Это заложено внутри нас. И Бог производит эти чудеса, чтобы мы поклонялись Ему. Но мы можем не делать этого. И знаете, что удивительно? Он дал мне один хороший совет. Вообще простой совет. Он сказал, что не стоит обращать внимание, а надо наслаждаться Богом и Его трудом в моей жизни. Это жизнь. Оно будет. Так будет всегда. Надо расслабиться. Просто расслабиться и наслаждаться тем, что Бог делает. Его трудом в твоей жизни, что Он делает, взирая на Него, смотря на Господа. Друзья, поэтому в испытаниях я скажу, что нам не надо бояться. Нам не надо бояться. В испытаниях надо поклоняться Ешуа Мессии, исповедуя Его Господом и Спасителем нашей жизни. Вспомните историю Равшауля и Силу, когда они попали в темницу. Что они делали? В тюрьме. Они славили Бога и поклонялись Ему. И Бог явил Свою славу. Для нас это очень хороший пример. В испытаниях. Испытания – это время нашего поклонения Богу. Поклонения Ешуа и исповедания Его Господом и Спасителем нашей жизни. Друзья, в нашей истории, когда начались у учеников проблемы, Ешуа пришел к ним по воде. Бог всегда хочет и приходит в наших испытаниях к нам навстречу. Нам важно понимать, что в испытаниях мы даже можем, иногда бывает, скажу вам, мы можем не понимать, а Бог ли действует в нашей жизни. Очень часто мы даже в таких ситуациях, когда мы попадаем в проблемы, у нас начинаются сомнения. А Бог ли это действует? А Бог ли это? Мы призываем Бога, нам даются какие-то решения. А мы говорим, а Бог ли это? Мы становимся шаткими в нашей вере. И ученики Ешуа в нашей истории поступили подобным образом. Они приняли, увидев Ешуа, идущего по воде, они приняли его за призрака. Видят Ешуа, а может это не Бог, это, наверное, призрак. Но он что говорит им? Он говорит, это я. Будьте отважными. Будьте отважными, это значение слова ободритесь. Он говорит, это я. Будьте отважными. Он говорит каждому из нас, это я. Будь отважным. Я с тобою в твоих испытаниях. Я приду к тебе по воде, потому что я любящий Бог. Будь отважным. И нам очень важно понимать, что Бог с нами всегда. Он вездесущий. Он всемогущий. И Он с нами всегда. Потому что Он везде. Он Духом Святым живет внутри наших сердец. Он не выходит погулять, оставляя нас на какое-то время испытаний. Давай. Нет. Он всегда с нами. Он всегда слышит нас. Он никогда не оставляет нас, друзья. Это понимание поможет нам взирать на Ишуа и поклоняться Ему, как Богу и Господину нашей жизни. Поклоняться Ему в Духе истине. Третья сфера. Ешуа учит выходить за рамки своей веры. Читая нашу историю, можно задаться вопросом. А зачем нужно было, чтобы Петр шел по воде? Ну вообще, вот зачем ходить по воде? Если бы Бог хотел, чтобы человек мог ходить по воде, Он, наверное, бы создал его таким, чтобы он мог это делать. Да? Ну, логично, по сути. Но почему-то Ешуа, Он захотел, чтобы Петр пошел по воде. Вы знаете, я скажу, что в этой ситуации Он просто показал, что с Богом можно идти намного дальше, чем мы себе можем это представлять. Бог, используя характер Петра, а мы знаем, что Петр был такой парень очень импульсивный, горячий, Он использовал характер Петра, чтобы показать, что ученикам, Он хотел показать ученикам и показывает нам с вами, что насыщение пяти тысяч человек, пятью хлебами и двумя рыбками, это не предел. Это не предел тех чудес, которые Бог может сотворить. С Богом можно намного дальше, намного круче и намного больше, чем мы себе можем понимать, чем может в нашем разуме вмещаться. И тут опять-таки важно, что условием выхода за рамки своей веры, нашей веры, есть взирание на Господа. Ведь Петр, увидев Ешуа, сказал в 28 стихе, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». И очень интересно, что вначале он называет, он исповедует Ешуа Господа. Он говорит, если это Ты, если мой взор правильно направленный, если я не ошибаюсь, если Ты действительно мой Господь, то сделай мне, помоги мне, скажи, и я пойду к Тебе по воде, если это Ты. Хочу рассказать очередной пример из своей жизни, друзья. Вы, наверное, заметили, что я очень часто это делаю. Я вам объясню. Уже, наверное, настало время объяснить, почему я это делаю. Я это делаю, потому что я люблю наблюдать за Божьим трудом в моей жизни и жизни моей семьи. И я также люблю запоминать его работу в моей жизни. Я верю, что это назидает меня, вдохновляет меня и также может еще кому-то подсказать и помочь, и также назидать. Много лет назад моя жена Ирина начала принимать очень тяжелые препараты. Получается, что прием этих препаратов нельзя было прерывать. Получается, что если их прерывать, был очень большой шанс опасности для жизни. Но прием этих препаратов, он давался ей очень-очень непросто. И вы знаете, в одно утро мы проснулись, я смотрю на свою жену, и я понимаю, что ситуация критическая. Вот уже оно было хуже, 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 хуже. Но тут я проснулся, и я понимаю, что уже все, надо что-то делать. Потому что если не делать, будут большие проблемы, симптомы были просто настораживающие. И все это происходило, когда мы не были дома, а врачи, которые назначили нам лечение, они находились в Одессе. И получается, что мы понимали, что у нас, как бы нам надо бросать это лечение, потому что это лечение, оно или не подходит, но оно, в общем, приводит к очень худым последствиям. И иначе все могло закончиться очень плохо. Но также мы понимали, что врачи сказали нам, что если бросить это лечение, то это опасно для жизни. И у нас стоял вопрос. На тот момент мы были молодые такие служителя, ух, мы верили в Господа, мы имели очень близкие отношения с Ним. Очень близкие отношения. У меня был период, я молился на языках по 8 часов в день. Вот просто все время я ходил и молился на языках. Но для нас на тот период времени бросить эти препараты было то же самое, наверное, что пойти по воде, Петру. Вот если взять человеческим сознанием, что для нас это было вот, что человек может начать ходить по воде. Я тогда, например, предложил вариант, все-таки говорю, давай, Ирина, лучше мы поедем к врачам. Поедем в Одессу, вернемся, пусть они решают, что с нами делать. Моя жена была немножко в этом вопросе такая тверже, и она говорит, давай мы поедем, но вначале я хочу прийти к Господу и помолиться. Я пошел работать, через время приходит моя жена, и я смотрю, что она внешне изменилась. Ушли симптомы вот этого болезненного состояния. Она очень отекла сильно. У нее, ну, не то что синяки были под глазами, черная, ну, очень сильно отекла. Человек за ночь отек в два раза. Ну, представьте на секундочку, в два раза больше всего. Она приходит, я смотрю, симптомов нету. Она говорит, я получила слово от Господа. Господь говорит мне бросать лечение. Я, вы знаете, она говорит, Бог мне говорит, иди по воде. Я на тот момент был не готов идти по воде. Я говорю, Ира, я тебе верю, давай все-таки поедем к врачам в Одессу. Да, по воде, но через врачей. Но она была очень тверда. Она говорит, я получила слово от Бога. Она взяла местописание, прочитала мне, и она говорит, я твердо имею понимание того, что нам надо это делать. Друзья, тут я хочу сделать одну такую небольшую ремарку и предупредить вас, что для того, чтобы бросить лечение, которое связано непосредственно с вопросом жизни и смерти, надо иметь откровение, прямое откровение от Господа, как это происходило в жизни моей жены. Я хочу, чтобы вы понимали, что наш пример, это наш пример. И что ни в коем случае я не хочу показать вам, что так надо делать в вашей жизни. Но я говорю о том, что только через отношения с Богом. Когда ты встречаешь Бога, ты говоришь, ты ли это Господи? Повели мне идти по воде. И когда Он велит, тогда надо делать. Это важный момент. Но пример я рассказал как иллюстрацию того, что происходило. Очень хочу, чтобы еще раз вы понимали, это не принцип для всех работающих. Личное отношение с Богом. Потому что, к сожалению, очень часто, выдавая свои примеры, люди говорят это, а другие принимают это как, вот так надо поступать. Поэтому я делаю оговорку. Очень важно. Если у вас есть проблемы со здоровьем, решайте ваши вопросы с Богом. Если Бог говорит вам, то можно тогда делать этот шаг. Друзья, хочу вам сказать, что надо быть готовыми выходить за рамки своей веры. Потому что, выходя за рамки своей веры, мы можем сказать, будем, что наша вера растет. Знаете, я скажу вам, что вера не может находиться в одном состоянии. Вера не может быть в статическом состоянии. Она или падает, если мы что-то не делаем неправильно, она или умаляется, или возрастает. И поэтому это для нас важно понимать. Но когда наша вера растет, и мы видим рост нашей веры, мы понимаем, мы ощущаем, переживаем внутри своего духа. Мы прошлую субботу слышали прекрасную проповедь пастыря Александра, который рассказывал принципы вот этого духовного роста. И мы внутри своего духа понимаем, что наша вера растет, то мы с уверенностью можем сказать, что центром нашей жизни является Ишуа. И тогда мы сможем, будем действительно поклоняться ему в духе истины. Потому что без веры Богу угодить нельзя. Вера является центром наших с Ним отношений. Вера в то, что Ишуа, он сын Божий. Веря, что Ишуа, он Господь и он путь нашего поклонения Отцу. Друзья, четвертая сфера. Ишуа учит нас терпеть неудачи. В нашей истории мы видим, что Петр начал тонуть. Он попробовал идти по воде. Он потерпел неудачу. Но все же он по воде ходил. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто ходил по воде. Слава Господу, есть кто ходил по воде. Но Петр, Петр, Петр ходил по воде. Я имею в виду не в воду, а по воде. Друзья, это шутка. Я верю, что человек может с Богом больше, дальше и круче. Я верю в это. И я хочу сказать, что Петр, он потерпел неудачу. Но он по воде ходил. И даже когда он начал тонуть, для него это было неоценимым опытом. Для него это был опыт его хождений с Господом. Он попробовал. Он увидел свои ошибки. Он услышал наставление от самого Господа. Бог ему сказал, маловерный, зачем ты усомнился? Я думаю, когда Господь говорит внутри наших сердец, что-то вот так вот лично, мы для себя что-то понимаем. И он услышал глаз Божий, говорящий ему. Друзья, он стал крепче. Петр стал крепче. И в Писании мы видим, что именно этого Петра, с очень дерзким таким самоуверенным характером, но этого Петра, который все же по воде ходил, Бог называет Кифа. Он называет его камень. И в Евангелии от Матвея он говорит следующие слова. Это 16 глава, 18-19 стих. «Ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах». Это он сказал Петру, который потерпел неудачу, но который по воде ходил, который не побоялся этого сделать. Он пошел. Друзья, я вам хочу сказать, что наши неудачи – это неотъемлемая часть нашего с вами духовного роста. А еще я вам скажу, что именно в неудачах Бог дает пережить нам Его особенное присутствие, Его особенное действие. Именно в таких ситуациях, как Бог протянул Петру руку, когда он начал тонуть, так и Бог нам в наших неудачах, Он протягивает руку. Он хочет протянуть нам к руку. Он допускает эти неудачи, чтобы в тот момент, чтобы мы с вами в тот момент, когда взываем к Нему, увидели, что Он рядом и что Он всегда, в любую минуту, в любую секунду, Он готов прийти нам на помощь. Потому что Он хочет, чтобы твоя и моя лодка доплыли. Он хочет, чтобы наша лодка доплыла, но не просто доплыла, а пристала к берегу, к берегам, которым является Небесное Царство. Это Его желание. Он не хочет оставить, посадить нас в лодку и сказать, плывите. Нет. Он хочет, чтобы мы пристали к берегу. К тому берегу, куда Он нас посылает, друзья. И Господь Ишуа, когда пришел на эту землю, Он учил учеников принципам поклонения, зная, что в определенный момент, зная то, что в определенный момент ему надо будет сделать шаг. Ему нужно будет сделать то, для чего Он пришел. Он пришел и учил поклонению, зная, что ему надо будет зайти на крест Голгофы, для того, чтобы ученики, они могли поклоняться Ему. Он учил их творить чудеса, чтобы они, увидев Его, могли сказать, Ты Господь, Ты Сын Божий, Ты Мессия Израиля. Друзья, Он хочет, чтобы наш взор, как взор учеников, во всех этих обстоятельствах, насыщение, чудо, Аллилуйя, мы участники чуда, Петр, хожение по воде, да, начал тонуть, но по воде пошел тоже. Я думаю, что тоже это была ситуация. Когда они увидели, что Он идет по воде, ну, представьте, но Бог хочет, чтобы их взор и наш с вами взор, Он был на нем. Он хочет, чтобы наш взор был всегда на нем. И мы, друзья, с вами доплыли до приготовленного места для нас. Он этого желает, потому что мы сможем доплыть при условии того, что наш взор будет всегда на Ишуа. Но прежде, чем мы достигнем небес, нам необходимо будет научиться терпеть неудачи, друзья. Мы должны научиться терпеть неудачи, потому что это часть нашего поклонения Богу. Это часть нашей жизни. В неудачах это хорошее время поклоняться Ему. Смотрите, смотря в Священное Писание, мы можем видеть огромное количество неудач. Вот смотришь, если... Можно, конечно, смотреть на людей, как на суперлюдей. Многие иногда читают Писание и говорят, ну это же Авраам. А можно видеть, что это был человек Авраам, который терпел неудачи. И если мы посмотрим с вами на жизнь Авраама, то он чего-то захотел детей быстрее, чем ему предложил Господь. Мы видим Якова, который решил, что первородство можно иметь путем обмана. И мы видим, к чему это привело. Друзья, я вам хочу сказать, что если смотреть более глобально, то мы видим, сам Израиль на протяжении всей истории постоянно терпел неудач. Но Бог возвращал его к жизни. Мы видим учеников Ешуа, Мессии, которые просто после того, как они говорили, ты сын Божий, и поклонялись Ему. Мы видим этих учеников, которые просто разбежались. В определенный момент они разбежались. И мы с вами даже видим Петра, этого Киеву, эту скалу, который трижды отрекся от Ешуа. Но все эти неудачи Бог обратил во благо. Он даровал неоценимый опыт этим людям. Он даровал неоценимый опыт Аврааму. Он даровал неоценимый опыт Якову. Ученикам, Петру, все получили неоценимый опыт. И он показал свою благость, свою любовь и свою близость для каждого из них. Авраам стал отцом множества народов. Да? Якова Бог назвал Израилем. И он вышел от дяди своего ламана довольно-таки состоятельным человеком. Мы видим, что ученики Ешуа, те, которые бросили его, стали апостолами и заложили основания нашей с вами веры. Мы видим, что Петр, он настолько влюбил, прилепился к Господу, что он уже никогда не отрекся от него, даже до смерти. Друзья, мы видим, что Израиль все еще существует. И настанет время, что он вернется к жизни, воззвав Баруха Бабы Шема Дунай, благословен грядущий во имя Господня. Друзья, потому что так сказал Всевышний. Потому что Всевышний близок к своему народу. Всевышний хочет, чтобы мы видели, что Ешуа, есть Мессия, чтобы мы сказали, да, это Сын Божий, и чтобы в наш взор Он всегда был на Нем в любых ситуациях. Дорогие братья и сестры, мы с вами тоже терпим неудачи. Это неудачи у всех разные. Кто-то может терпить неудачи в работе, кто-то может терпить неудачи в семье, и кажется, что порой эти неудачи очень серьезные. Но я вам скажу, что самая главная наша неудача, самая большая наша неудача, что мы с вами, став святым народом, все еще продолжаем грешить. Те, кто уверовали в Ишуа, те, кто сказали, что Он Господь нашей жизни, те, кто исповедует Его Спасителем, но мы почему-то все еще продолжаем грешить. Очень часто мы даже можем начать тонуть из-за этого, потому что проблемы нашей жизни, это не проблемы на нашей работе, это не проблемы, то, что у нас что-то не получается, проблемы нашей жизни, то, что мы согрешаем. В этом проблемы нашей жизни. И мы можем тонуть начинать. И тонем мы в основном из-за этого, Не из-за того, что у нас что-то не получилось. Мы тонем из-за этого. Но кто-то взывает Ешуа к Ешуа и говорит, спаси меня, Господи. А кто-то продолжает барахтаться в водовороте жизни и надеясь, что получится выгрызть самому. Хотя что надо? Надо всего лишь призвать его в свою жизнь покаяться в своих грехах, позвать ему на помощь, сказать, Господи, проси меня. Ты, Господин моей жизни. Я не хочу так. Я хочу, чтобы было совсем по-другому. Ведь Господь всегда, Он ждет, Он ожидает нашего обращения к Нему. Он ожидает, когда мы скажем, Господи, помоги нам. Он в любой момент, какая она бы ни была, в любой момент ситуации, какая бы она ни была, Он готов прийти к нам на помощь. Единственное, что нам надо, это признавать, что Ешуа есть Господь. Почитать Его, как Божьего Сына. Потому что, друзья, я скажу, только так мы сможем преодолевать испытания. И преодолевать испытания мы сможем тогда, когда мы действительно будем поклоняться Ему, как Божьему Сыну. Не только тогда, когда все хорошо у меня в моей жизни. Аллилуйя! Нет. Когда мы терпим неудачи. Это время нашего поклонения Ему. Потому что Ешуа, Он открывает нам путь во святое святых. А во святом святых нет проблем. Друзья, нет. Есть Бог. Когда наш взор, мы входим во святое святых, наш взор только на нем. Не может быть там ничего. И Он открыл нам этот путь. Друзья, мое послание, оно подходит к концу. Я попрошу, может быть, музыкантов, чтобы они вышли. Вышли. Я очень хочу, чтобы мы как община и каждый из нас лично научились поклоняться Богу. Не просто поклоняться. Поклоняться Ему в духе истины. Потому что того хочет Бог. И Писание говорит, что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться в духе истины. Для этого нам надо не просто говорить, что Ешуа Господин нашей жизни. Нам надо всем своим сердцем, друзья. Нам надо всем своим истинством верить, что Ешуа Божий Сын. Нам надо всем своим истинством верить, что Он Царь Царей и Господь Господствующий. Нам надо всем своим истинством верить, что Он является нашим спасителем и спасителем этого мира. Нам надо наблюдать, чтобы Его жертва на кресте Голгофы, она не стала меркнуть в тумане нашей суетной жизни. Но чтобы, взирая на Ишуа, мы всегда поклонялись Ему. Поклонялись в духе истины. Для этого, друзья, чтобы мы были такими поклонниками, нам надо внимательно обращать наше внимание на четыре сферы нашей жизни. Первое. Нам надо беречь себя от тщеславия, друзья. Второе. Нам надо быть готовыми проходить испытания. Третье, друзья, нам надо выходить за рамки нашей веры. И четвертое. Нам надо уметь терпеть неудачи. Для этого, друзья, нам надо сказать, ты Сын Божий и поклониться Ему. Потому что Он достоин того, чтобы мы поклонялись Ему. И Он является единственным путем нашего поклонения Богу. Мы не можем поклоняться Богу, если мы не исповедуем Ишуа Господом. И Он действительно не является Божьим Сыном нашей жизни. Господом нашей жизни. Но Бог дает нам эту возможность. И я приглашаю всех нас сейчас встать на наши ноги и молиться. Чтобы мы были поклонниками, которых Бог ищет в себе. Чтобы мы наблюдали за собой. Чтобы ничто в наших жизнях, оно не могло нас сбить. Наш сбить наш фокус от Ешуа. От нашего Господа. Которому должно поклоняться и служить. Аллилуйя. Аллилуйя, Святый. Божий, мы поклоняемся Тебе. Божий, мы действительно говорим, что Ты, Господь, Мессия Израиль. Мы действительно говорим, что Ты, Машия, спасение этого мира. Божий, мы поклоняемся Тебе, Господь. И мы говорим, Святый, спасибо Тебе. За то, что Ты даешь нам эту возможность вводить во святое святых посредством Твоей крови. Мы благодарим Тебя за то, что никакие штормы, никакие проблемы, они не могут сбить нас с ссором, когда мы взираем на Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты учишь нас держать свои сердца в чистоте и святости. Мы поклоняемся Тебе. Мы верим, что в поклонении наша сила, что в поклонении наше призвание, Божий. Потому что вложено в нас Тобою поклоняться нашему Богу. Славим Тебя! Аллилуйя! 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Год поста, молитвы и поклонения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова